Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу поговорить о таком простом предмете, как электрочайник. Это тот предмет, которым все пользуются несколько раз на дню. Экономить на электрочайнике или нет, решать вам. Я решил снять обзор на свой чайник, который я считаю одним из самых лучших на нашем рынке. А может быть и самый лучший. Это чайник фирмы Bosch. Данному чайнику уже более пяти лет. Служит он исправно. Сейчас я вам расскажу, как я его выбирал, почему именно этот купил. Ну, во-первых, это, конечно, внешность. Ну, по внешности чайников красивых много. Ну, также, что мне хотелось от электрочайника. Самое первое – это удобная подставка. Сейчас почти на все чайники идёт такая, чтобы чайник можно ставить было как угодно, любой стороной. Вот с таким вот круглым контактом на 220 вольт. С обратной стороны подставочка выглядит вот так вот. У неё можно убрать часть лишнего провода. Также прорезь, куда проходит провод, чтобы он на столе не шатался. Этикетка, где написана модель этого чайника. Вот, сейчас я правильной стороной вам покажу всё, что здесь написано. Итак, пункт первый – это удобная подставка. Дальше второй пункт. Вторая важная вещь в чайнике, на мой взгляд, это, чтобы хорошо было видно, сколько в нём налито воды. Идеально, когда он прозрачный, со стеклянной колбой. Единственный нюанс – в стеклянную колбу сразу после кипячения чайника, если вы его весь вылили, не стоит сразу наливать холодную воду. Ну, может произойти то же самое, что со стеклянной кружкой. Просто лопнет. В этом плане аккуратней. Если там немного воды осталось, то ничего страшного не произойдёт. Можете доливать. Третья вещь. Мне нравится, когда внутри круглый тэн, а не спираль. Видите, он немножко заржавел с годами, но в то же время совсем чуть-чуть. И достаточно быстро, благодаря своей большой площади, нагревает воду. Это тоже важно. Меньше жрёт электричество и быстрее нагревается. Третья немаловажная вещь. Это, конечно, качественные материалы. Качественный пластик, не вонючий. Который не расплавится, ничего ему не сделается. Но это все фирменные чайники обладают хорошим пластиком. Это фирмы Krups, Moulinex, Tefal, Philips, Bosch, Siemens и так далее. Именитые бренды. Пятая очень важная вещь. Это насколько быстро он закипает. То есть мощность чайника. Чем чайник мощнее, тем он быстрее нагреет вам воду. Если вам её не надо кипятить. Ну или же просто быстрее скипит. Это время. Чайником, опять же, вы пользуетесь очень часто. И чем быстрее закипает, тем меньше, опять же, сожрёт энергии. Несмотря на то, что больше будет потреблять электричество. Шестая важная вещь. Это шум, который издаёт чайник, когда вы его включаете. Бесшумность чайника. Он не будет мешать, если у вас есть телевизор, допустим, на кухне его смотреть. Не надо его перекрикивать, когда вы разговариваете с кем-то. Вот этот чайник очень тихо работает. Есть чайники, которые прям очень громко закипают. Седьмая немаловажная деталь. Это удобный носик у чайника. Особенно, когда он полный налит водой. Не должно быть такого, что вы наливаете в чашку кипяток. И по носику он стекает. Это очень бесит. Это обычно на дешёвых моделях. Либо на плохо спроектированных инженерами. Поэтому удобный носик тоже очень много значит. Это, так сказать, эргономичность чайника. Седьмая важная вещь, в котором есть в каждом чайнике. Это фильтр. Он ставится на носик. Как правило, он позволяет не шуметь в чайнике во время кипячения. Ну и якобы он фильтрует воду. Но в основном он для того, чтобы водичка лилась тонкой струйкой в чашку. И чтобы он не шумел. На этом чайнике фильтр железный. То есть вечный, грубо говоря, из железной сетки сделан. Обычно на чайниках делаются тряпочные фильтры. Они где-то через годик все вываливаются. И фильтры эти выкидываются. Ну и теперь непосредственно о долговечности чайника. Чем он дольше служит, тем, естественно, вы больше экономите денег. Потому что реже покупаете новый чайник. У чайников в основном ломаются две детали. Первая деталь. Это кнопка выходит из строя со временем включения. И вторая деталь. Это кнопка крышки. У меня вот, например, на чайнике Tefal крышка перестала закрываться. Где-то через полтора года его использования. Поэтому я смотрел на отзывах, когда покупал данный чайник. Чтобы не было такого, что крышка сломалась, перестала фиксироваться. Или чтобы кнопка сломалась, включение. Это тоже очень важно. Итак, пробежимся кратко по всем пунктам, как выбрать чайник. Обращаем внимание на подставку. На том, как хорошо видно, сколько в нём воды. Смотрим, чтобы тен внизу был круглый, а не спираль. Чтобы была большая площадь. Чтобы был качественный материал, из которого он изготовлен. Четвёртый пункт. Пятый пункт. Это мощность чайника и быстрота его закипания. Шестой пункт. Шум, который он издаёт при включении. Седьмой пункт. Это удобный носик, чтобы было хорошо наливать воду. Чтобы он не тёк. Восьмой пункт. Восьмой пункт. Это качественный фильтр, который не надо будет со временем менять. Который не вывалится. Желательно из металлической сетки сделанной. Девятый пункт. Это качественная кнопка включения, которая не ломается. И десятый. Качественное крепление крышки. Также, возможно, следует обратить внимание на объём чайника. Сколько у него помещается воды. В данный чайник, например, 1,7 литра. Максимальный его объём. Это вот то, что надо. Мне очень нравится данный объём. Можно, конечно, налить чуть-чуть побольше. Но максимум рассчитан на 1,7. Меньше, чем 1,5 литра я бы брать не советовал. Сейчас я покажу, как вода из носика льётся. Видите, мимо не промахнётесь. Такой вот тоненькой струечкой. Достаточно хорошо. Вот вы также можете посмотреть, как данный чайник выглядит с обратной стороны. Его название, его модель. Чайник, хоть, сделан в Китае. Но качество немецкое, качество Боша. В этом я уже убедился. За несколько лет его использования. Вот сейчас я налил 1,5 литра воды примерно. Посмотрим, за какое время он закипит. И также можете послушать звук, который он издаёт. Поверьте мне, это очень негромко для электрического чайника. То есть, примерно вот такой вот шум. Сейчас я поставлю на паузу и скажу, сколько время прошло до полного его закипания. Хотя, как вы видите, закипает практически мгновенно. Вода была полностью холодной. Ну вот, друзья, прошло 2,5 минуты с момента включения чайника. Если бы вода была скипячённой до этого, то можно наливать в чашки. Она уже очень горячая. Ну а так, полагаю, ещё секунд 30, и он автоматически отключится. Ну, автоматически отключаются тоже все чайники. Даже там всякие Редманы, Витеки, Полярисы и так далее. А уж о качественных чайниках, ну, само собой. Вот, прошло ровно 3 минуты. Пошла четвёртая минута. Здесь налито примерно полтора литра. Ещё раз напоминаю, вода в чайнике закипела. То есть, очень быстро всё. И достаточно тихо для чайника. Вот сейчас он отключится. На этом свой обзор заканчиваю. Надеюсь, кому-то помог, на что обратить внимание при выборе чайника. Ну и советую вот эту модель, очень достойную. На этом всё. Всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на канал. Буду стараться снимать обзоры на вещи, которые в быту очень полезны. И рекомендовать со своей точки зрения какие-нибудь предметы. До новых встреч. Всем пока.